Знакомьтесь, это один из самых крутых специалистов по цифровой безопасности Кибербобер Кажется, к нему в гости без предупреждения приехали племянники Подростки много времени проводят в интернете Поэтому у них с дядюшкой Кибербобром много общих тем День и ночь Кибербобер трудится над тем, чтобы мы могли безопасно пользоваться интернетом Но начинать нужно с себя и своих близких Племянники приехали, чтобы показать Кибербобру свой новый канал на ютубе На нем они выпускают видео о том, как провели лето Но тут телефон предлагает проверить настройки безопасности Конечно, это насторожило Кибербобра Он достал справочник по цифровой безопасности и начал свой рассказ Цифровым называется все, что мы не можем потрогать Например, твой никнейм в Телеграм Рисунок, созданный в фотошопе Или смешные аватарки и модзи Ты живешь в доме, в котором есть много важных вещей Разная мебель, игрушки, дневники, еда, одежда и так далее Когда ты уходишь, ты закрываешь дверь Чтобы чужой человек не смог зайти и забрать твои любимые и важные вещи С вещами в интернете так же Нужно их защищать, чтобы чужой человек не смог забрать их или испортить Для этого существуют разные способы Бобер рассказал несколько простых правил по защите своего цифрового пространства Первое. Нельзя оставлять телефон без присмотра в незнакомом месте Потому что информацию с него можно будет украсть, скопировать или изменить Второе. Нужно говорить взрослым, если в цифровом пространстве с тобой происходит что-то, что вызывает тревогу и кажется странным Третье. Не говори никому свои личные данные Свой адрес, номер телефона, номер школы, класса Четвертое. Обязательно выходи из аккаунтов, если вошел в них не на своем телефоне Например, на школьном компьютере или планшете друга Пятое. Когда кто-то незнакомый добавляет тебя в друзья Обязательно обсуди это с родителями Сейчас большая часть жизни проходит в интернете А эти простые правила помогут позаботиться о своей цифровой безопасности Бобрята закончили конспектировать советы мудрого дяди кибербобра А тем временем кибербобер уже приготовил чай с пончиками И позвал бобрят смотреть очень полезный мультик о цифровой безопасности в сети Если ты тоже хочешь посмотреть мультик про то, как безопасно создать и вести канал на ютубе Ставь лайк и подписывайся на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok